Развитие сети региональных воздушных линий должно стать одним из приоритетов государственной политики. С таким заявлением выступил премьер Дмитрий Медведев на совещании по развитию региональных авиаперевозок. Встреча прошла в Новосибирске. Участие в работе принял саморский губернатор Николай Меркушкин. Он поднял вопросы федеральной поддержки турбовинтовых самолетов отечественного производства. Речь идет о Бан-140. Его выпускает Авиакор. Николай Меркушкина поддержали президент Якутии и губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа. По их мнению, именно АН-140 сможет заменить АН-24. Долгие годы его использовали на межрегиональных линиях. Сегодня Авиакор получил заказы на производство АН-140 от Министерства обороны России, а также от нескольких регионов страны. Дмитрию Медведеву презентовали новый многоцелевой самолет «Рысачок», рассчитанный на 20 пассажиров. При федеральной поддержке его производство возможно наладить на территории Самарского региона. Также в Новосибирске обсудили перспективы производства АН-70. Было заявлено, что Самарской области Авиакор смогут начать его выпуск со значительно меньшими затратами. Председатель правительства России дал поручение подробно изучить и проработать эти инициативы и в течение месяца подготовить соответствующие предложения. Также полпредпрезидентов ПФО представил на совещании программу развития региональных авиаперевозок. В Приволжье создана специальная рабочая группа. Михаил Бабич отметил, что готовится система разработки отечественных самолетов или производства иномарок на российских предприятиях. Государство готово выделять субсидии. Подводя итог, отметим, что программа развития региональной авиации позволит возродить самолетостроение. По крайней мере, в этом уверены власти. В первые два года реализации предполагается открыть сообщение на 36 прямых рейсах между центрами всех регионов округа. И еще 20 с пересадками в аэропортах Хабах в Самаре, Казани и Уфе. Стоимость билетов будут удерживать субсидиями и другими мерами господдержки.